В эфир телеканала 24KZ заступила дневная смена. Яков Иржан Смогулов. Здравствуйте. Итак, премьер-министр провел специальное совещание правительства и поставил на особый контроль выполнение поручений президента, прозвучавших на национальном хрултае. Большое внимание Улжас Бектенов уделил инфраструктурным проектам. Напомню, речь идет о жилищном строительстве, развитии транспортной сети по всей стране, газификации населенных пунктов и модернизации ЖКХ. Что ж, давайте и мы обсудим все эти очень важные вещи. Надеюсь, в этом мне помогут мои гости. Позвольте их представить. Итак, сегодня вместе со мной в студии находятся. Заместитель председателя комитета автомобильных дорог Министерства транспорта Республики Казахстан Махсад Баяхмед. Добрый день. Заместитель председателя комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан Тимур Хосмбаев. Здравствуйте. Руководитель управления газовых проектов и газификации Департамента газовой промышленности Министерства энергетики Республики Казахстан Береки Эзенберген. Здравствуйте. И главный специалист управления жилищного строительства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан Марат Жарбулов. Приветствую вас. Кроме того, посредством видеосвязи с нашей студией может общаться доктор PHD, консультант Всемирного банка по реформированию дорожного сектора Даулет Аспанбетов. Здравствуйте. Что ж, еще раз приветствую вас всех, господа. Тем много, вопросов много, времени не так уж много в эфире, поэтому давайте сразу приступим. Я думаю, что среди вопросов, которые... это все важные вопросы, безусловно, но когда речь идет о инфраструктуре, казахстанцев, мне кажется, всегда в первую очередь интересует жилье. И поэтому предлагаю послушать фрагмент из высказываний главы государства, касающихся именно жилья. Давайте послушаем. Еще одной ключевой составляющей высокого качества жизни людей является наличие собственного жилья. С 1 марта начата реализация ипотечной программы ОТАО, которая сейчас пользуется большим спросом. В дополнение необходимо запустить новую жилищную программу, в том числе для жителей сел и районных центров. При этом для социально уязвимых категорий ставка по займу не должна превышать 7%. Наряду с этим поручаю правительству кратно нарастить объемы предоставляемого арендного жилья с правом выкупа. Внедрение новой льготной ипотеки и масштабное строительство арендного жилья оживит строительный сектор, в котором добросовестно трудятся сотни тысяч наших сограждан и, главное, поможет многим нуждающимся приобрести жилье. Ну что ж, господин Жербулов, я думаю, что такая масштабная задача требует самого серьезного подхода. Давайте попробуем определить, что здесь, скажем так, должно быть решено в первую очередь, чем будет ваше ведомство заниматься и как стимулировать строительный рынок к решению этих задач. В целях исполнения поручения главы государства планируется привлечение дополнительно 300 миллиардов тенге, ипотечный получается рынок, путем субсидирования ставки купонного вознаграждения. То есть отбасы банк будут выпускать ценные бумаги, будут банки второго уровня их выкупать. Это порядка 12 тысяч займов будет выдано за счет этих средств. Процентная ставка для социально уязвимых союзов населения не будет превышать 7%, и как бы для остальных категорий это будет 9%. То есть чем лучше... То есть это получается намного ниже, чем рыночная ставка, да? Да, намного ниже, так как сейчас рыночная ипотека это порядка 20% составляет. И как бы для многих казахстанцев она как бы неподъемной является. Что мы получим на выходе в качестве, так сказать, практического результата? Ну мы получим прежде всего, как бы мы планируем как бы рост экономики довести. Это как бы строительство, оно на смежные отрасли как бы влияет. Это производство стройматериалов, рабочие места получается. То есть своего рода мультипликативный эффект. Мультипликативный эффект будет, и как бы и отрасли сама будут как бы и будут ремонтом заниматься. Как бы самозанятые вот так же вот люди, которые вот берут квартиры, они в любом случае делают ремонт, покупают бытовую технику. Это будет такой мультипликативный эффект. Если мы начинаем анализировать, каких регионов страны это коснется. Ну то есть мы привыкли, что в основном люди, скажем так, оценивают ситуацию в больших городах. Ну это понятно почему, потому что социальные сети, они, так сказать, насыщены именно людьми, живущими в крупных населенных пунктах. Но тем не менее люди живут не только в них, да? Да, можно будет в данный момент в рамках данной ипотечной программы планируется привлекать также и жителей моногородов, сельских населенных пунктов. Также и других областных центров, чтобы не было зацикленности как бы на крупных городах республиканского значения. Хорошо. Я думаю тогда давайте перейдем к следующему пункту, но к строительству еще вернемся, потому что есть еще о чем поговорить, мне кажется. Следующий пункт, который достаточно логично связывается уже с понятием строительства жилищного, это как раз таки модернизация в сфере ЖКХ. Почему? Потому что строить новые дома без того, чтобы привести в порядок, собственно, инфраструктуру коммунальную, наверное, особого смысла не имеет. Потому что жилые дома без подачи тепла, воды, света и так далее, это как-то не очень правильно. Поэтому в этом смысле тоже прозвучало поручение главы государства. Давайте послушаем. Так, ну что ж, как раз таки тоже задача очень важная. И, как всегда, при решении подобных масштабных проектов, давайте так назовем, встает всегда вопрос их финансирования. Вот опять же, напомню, что по вопросу ремонта и модернизации инфраструктуры глава государства поручил отремонтировать 55 действующих теплоисточников, модернизировать не менее 6,5 тысяч километров инженерных сетей. Это ведь на самом деле потребует колоссальных вложений. Совершенно верно. С начала прошлого года реализуется программа тарифов обмен на инвестиции, которая направлена на модернизацию коммунальной инфраструктуры путем стимулирования новых инвестиций в отрасль. В текущем году эта программа, имея свое логическое продолжение, планируется привлечь порядка 663 миллиардов тенге на реализацию данной программы. Они включают в себя 336 миллиардов тенге, которые планируются направить на ремонт 6,5 тысяч километров инженерных сетей, то есть это водопроводные сети, сети теплоснабжения, сети электроснабжения, а также 327 миллиардов тенге на ремонт и обновление действующих станций. Эти меры позволят снизить количество аварий, отключений и, соответственно, повысить качество и надежность оказываемых услуг. Но мы пока не говорим, я так понимаю, в рамках этих сумм, мы не говорим о полном обновлении, 100% источников генерации тепла, электроэнергии и так далее. Мы говорим просто об улучшении ситуации. В целом, как бы вы обрисовали положение дел в этой сфере? Я имею в виду естественные монополии и так далее. На сегодняшний день уровень износа инженерных сетей, а также котлов и агрегатов превышает больше половины. Они были построены в 50-х, 60-х годах. Соответственно, ее износ на сегодняшний день высок. Для решения этой проблемы реализуется программа тарифов обмена инвестиций. Она рассчитана улучшить качество, улучшить оборудование и сети поэтапно до 29-го года. Для того, чтобы ежегодно мы привлекали инвестиции и в конечном итоге добились снижения износа сетей и оборудования минимум на 15%. Насколько я помню, существует некая градация, цветовая даже она для наглядности. Красная, желтая, по-моему, и зеленая зона, где износ пока еще приемлемый, нормальный. После реализации этой программы вы считаете, что соотношение распределения тех же самых ТЭЦ по этим цветовым зонам изменится? То есть в красной зоне их станет меньше, во всяком случае? Совершенно верно. Красная зона — это мы определили градацию по уровню инженерной, по состоянию инженерной инфраструктуры. Красная зона включает в себя износ свыше 65%, вплоть до 99% есть такие субъекты. И мы планируем, что в этой зоне на сегодняшний день находится порядка 80 субъектов монополий. Мы планируем, что к реализации этой программы, к 29 году, все эти субъекты перейдут в желтую зону, то есть достигнут нормативно-удовлетворительного состояния инфраструктуры для обеспечения качества и надежности оказываемых услуг. Очень надеюсь. У нас есть, кстати, материал из Восточно-Казахстанской области. Наш собственный корреспондент Вячеслав Витлугин, скажем так, подготовил несколько слов о том, в каком состоянии находится коммунальная инфраструктура в его регионе. Давайте взглянем. Состояние инженерных коммуникаций на востоке Казахстана желает лучшего. В частности, тепловые сети сегодня изношены на 65%, системы водоотведения на 70%, а линии электропередач и вовсе на все 90%. И буквально накануне в Усть-Каменогорске оштрафовали городской водоканал. С очистных сооружений областного центра сбрасывали загрязненную воду с концентрациями цинка и нефтепродуктов. И, кстати, отчистным города больше 50 лет. Что же касается тепловых проблем областного центра, то здесь уже назревает дефицит тепловой энергии. Город расширяется, поэтому на местной ТЭЦ сейчас готовится к сооружению 16-го котла. Но, в общем, точечная модернизация теплоисточника проблем не решит. Именно поэтому решается вопрос строительства новой теплоэлектростанции. А также в регион планируют подтянуть газ из соседней Российской Федерации. Но это пока только планы. Напомню, что это был собственный корреспондент телеканала 24КЗ Вячеслав Бедлогин в Восточно-Казахстанской области. И подозреваю, что подобные плюс-минус вопросы, не буду называть их проблемами, скорее вопросы, задачи, которые требуют решения, они есть во всех регионах нашей страны. Именно поэтому, собственно, эта программа «Тариф в обмен на инвестиции» появилась на свет. В трех словах, в чем она заключается? Реализация программы «Тариф в обмен на инвестиции» направлена на решение острых проблем в сфере ЖКХ. Первое – это состояние инфраструктуры, то есть требуется ремонт и модернизация сетей. Второе – это повышение заработной платы работников в сфере естественных монополий, для того, чтобы мы могли привлекать высококлассных специалистов для управления тем или иным оборудованием, агрегатом. Ну и вообще стоит признать, что в сфере ЖКХ достаточно небольшие сейчас зарплаты. Совершенно верно. Мы уровень зарплаты в прошлом году подняли на 50 для отдельных категорий до 100%, в зависимости от сферы естественных монополий и региона. И третье направление – это содержание и эксплуатация бесхозных сетей. Это позволит расширить круг потребителей и также поспособствует повышению качества оказываемых услуг. Хорошо. То есть если, скажем так, подытожить, то государство договаривается с монополистом, что да, мы в какой-то степени иногда будем позволять тебе, скажем так, повышать тариф, но ты гарантируешь при этом, что будешь вкладывать свои деньги, собственно, заработанные в то, чтобы модернизировать всю эту, так сказать, инфраструктуру, котлы и так далее и тому подобное. А как вы убедитесь, что в итоге монополист будет выполнять свои требования? Я не знаю, не купит себе там какой-то лексус того, чтобы отремонтировать котлы? Данная сфера регулируется согласно закону о естественном монополии. Есть нормативно-правые акты, правила формирования тарифов, правила осуществления деятельности, в рамках которых принимаются заявки именно с экономически обоснованными документами. То есть, если есть подтверждение, определенные уровни статьи расходов, которые могут быть включены в рамках повышения тарифа. И, соответственно, могут быть направлены исключительно, имеют целевой характер и могут быть направлены на оказание услуг. Хорошо. Опять же, вернемся еще раз к этой теме чуть позже. Пока, как отметил в своей речи наш Сапкор, речь зашла в том числе и о газификации. И об этом тоже у нас есть выдержка из речи президента. Давайте послушаем. Правительству следует значительно увеличить уровень газификации населенных пунктов и модернизировать не менее 1700 километров сетей. Это обеспечит доступ к голубому топливу для более чем 300 тысячам граждан. Так, ну что ж, тогда давайте поговорим о газификации. Господин Изенберген, насколько я понимаю, речь идет о газификации 87 населенных пунктов. И, значит, это охватывает порядка 300 тысяч казахстанцев. Мы сейчас о каких регионах говорим? Добрый день. В целом, вообще, по итогам проведенных работ, по состоянию на 1 января 2024 года, более 12 миллионов человек, граждан Казахстана, имеют доступ к газу. Это у нас уровень газоснабжения сейчас составляет 60%. В этом году мы планируем обеспечить газом, как вы сказали, 87 населенных пунктов. Эти населенные пункты в основном находятся в южных регионах нашей страны. Потому что западные регионы, как вы знаете, это газифицированные, давно уже начата газификация. А вот 87 населенных пунктов, это в основном находится и центральный регион. Это у нас Карагандинская область, Ултавская и Житсу, Алматинская, Акмолинская область и так далее. А откуда мы будем этот газ, собственно, тянуть, получать? У нас уже действующая газотранспортная система есть. В основном газ поставляется до южных и центральных регионов, это западных месторождений. По газопроводу у нас есть крупный газопровод, это Беню, Базу и Шумкен. Как раз таки это газопровод и доставляет газ, наш товарный, до южных регионов страны. Поэтому инфраструктура есть, будем только строить и модернизировать нашу действующую газотранспортную систему и строить новые газопроводы до этих поселков, до этих населенных пунктов. Давайте начистоту. Некоторое время назад звучали своего рода прогнозы, что ли, о дефиците газа. И некоторые были довольно мрачными. Насколько все это реально и насколько может сбыться? У нас, в принципе, до этого времени, до 2022 года, я так сказать, вообще рынок газа, он убыточный, потому что у нас оптовая цена на товарный газ, которую мы утверждаем, она ниже себестоимости производимого товарного газа, потому что это регулируется и сдерживалось до этого времени. То есть эти цены, по сути, не рыночные, они не выгодные производительные? Да, это ниже чем. И она субсидировалась государством, грубо говоря, потому что она покрывалась за счет доходов от экспорта. На сегодняшний день у нас в Министерстве энергетики совместно с другими министерствами была проведена крупная работа. Были введены новые стимулирующие формулы закупа цены газа на Нидропольске, которая позволяет Нидропольске привлечь к разведке, добыче и производству товарного газа. Также были введены новые улучшенные модельные контракты, которые дают преференции Нидропольскам, чтобы они больше добывали этот газ. У нас газ этот есть, но только Нидропольске не заинтересованы в ее добыче. Потому что цена на этот газ очень низкая. Поэтому мы сейчас вводим новые формулы, стимулируем, и у нас, в принципе, на внутренний рынок товарного газа хватает. Кстати, никогда, честно говоря, толком не разбирался. Газ, который у нас, как вы его называете, товарный, который для отопления и так далее, это один вид газа, да? А автомобильный газ – это совершенно другое. Да, это жиженый нефтяной газ, это в жиженом виде. Это больше для автогаза, для газомоторного топлива, можно сказать, а товарный газ – это больше для отопления и для приготовления. Хорошо. Ну что ж, тогда я думаю, что настало как раз-таки время подойти к нашей четвертой теме. Это тема автомобильных дорог, тема иногда довольно-таки болезненная, если честно. И уже по традиции этого выпуска начнем обсуждение с фрагмента из выступления главы государства. Давайте послушаем. Мощный импульс развитию экономики придаст строительство и реконструкцию дорожной сети страны. Предстоит охватить работами не менее 12 тысяч километров автомобильных дорог. В результате существенно улучшится транспортная доступность населенных пунктов, вырастет деловая активность и социальная мобильность людей. Что ж, господин Баяхмед, если я правильно понимаю, скажем так, планы, которые стоят сейчас перед вами и вашими коллегами, то речь идет о том, чтобы построить и реконструировать дополнительно 2,5 тысячи километров и довести общий объем до 12 тысяч. Цифры правильные? Цифры правильные, да. У нас на сегодняшний день по утвержденным цифрам охват работами 9,5 тысяч километров. То есть у нас работы ведутся полномасштабно и на республиканской сети, и на местных сетях дорог. Это то есть те дороги, которыми администраторами являются областные акиматы. То есть нет смысла спрашивать в каких регионах, потому что это получается вся страна? Это все регионы, за исключением по 2,5 тысячам это импульс по среднему ремонту. То есть мы направляем средства на те проекты, которые у нас переходящие, завершающие, на них основной упор утвержденного бюджета. Новое финансирование будет направляться на средние ремонты. 2,5 тысячи на республиканских дорогах. В основном это регионы, где дороги не транзитные, а ответвление от основных дорог, где они не видели давно уже ремонтов. Это будет в основном центр, север, восток регионы. Но каждая область получит свой проект. А трасса Алмата-Астана, она к чему? Это мы имеем в виду, это реконструкция дороги. То есть она у нас была раньше двухполосной, сейчас мы ее реконструируем в четырехполосную дорогу. Завершение ее в текущем году. А этим летом уже? Да. Это, кстати, я думаю, многих порадует. А вообще, раз уже про сроки зашла речь, в целом, на какие сроки стоит рассчитывать, если мы говорим о таких масштабных изменениях? Сроки по тем дорогам, то есть увеличение охвата до 12 тысяч километров, то есть это будет в текущем году начаты подготовительные работы и где-то уже строительно-монтажные. Основной упор будет 25-26 год. Мы наращиваем темп, то есть этот режим, то есть увеличение до 12 тысяч, он будет мультипликативно также увеличиваться. То есть отрасль будет готовиться к расширению своих возможностей производственных. То есть темпы увеличиваются. Но в любом случае, я так понимаю, что процедуры, которые законодательно прописаны, все равно придется. Я имею в виду тендера. В любом случае, конечно, это будет конкурентная среда, конкурсные процедуры, в любом случае, это будет подготовка участков, завоз инертных материалов, то есть это и зимние работы, дальше уже полномасштабно. То, что видим финишно, то есть это асфальтирование. Хорошо. Как я уже сказал, мои коллеги из разных регионов приняли участие в подготовке этого выпуска. И вот сейчас хотелось бы послушать собственного корреспондента телеканала 24КЗ Анастасию Сулейманову из Жамбылской области. В этом году в Жамбылской области на дорожную отрасль выделили почти 20 миллиардов тенге. На эти средства планируют отремонтировать порядка 470 километров дорог. Из них около 20 километров коснутся строительства, а на остальных проведут средний ремонт. Всего по реконструкции дорог намерены реализовать 278 проектов. Ремонтные работы уже начнут в апреле. По итогам прошлого года доля автомобильных дорог областного и районного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии достигла 98%. Ну и, наконец, хотелось бы обратиться к консультанту Всемирного банка по реформированию дорожного сектора Даулету Аспенбетову. Итак, господин Аспенбетов, мы, скажем так, сформулировали в километраже, в неких сроках, что будет с казахстанскими дорогами, автотрассами. Но если смотреть на это с точки зрения экономики, как не какой-то, так сказать, результат, выраженный в тенье, как вы думаете, что мы увидим, скорее всего? В целом, 12 тысяч километров, подлежащую декоративную схватку. Это очень большой, значительный исторический объем работ в истории независимых проездов, от таких объемных материалов производительности. И здесь, безусловно, будет присутствовать интуитивный эффект, который заключается как минимум в тву плоскостях. Это, то есть, краткосрочные, это создание рабочих мест, локализация, получается, локализация места, локализация местных производителей, дорожостроительных материалов. И в долгосрочной перспективе это улучшение все-таки ровности транспортных показателей автомобильных дорог. Тем самым увеличится скорость доставки, расширяются узкие места, повышаются объемы грузоперегрузок. То есть, предоставляются возможности для улучшения самой экономики скорости оборота товаров, груза оборота. И во многих, допустим, многие участки, насколько я понимаю, это международные транзитные коридоры. Соответственно, сейчас мы имеем полную возможность реализовать и включить, пропустить через себя международный транзит между Азией и Европой. Это большая площадь отрицалка, которая сейчас открывается перед нами. А, то есть, вы имеете в виду, что если в Казахстане улучшится ситуация с дорогами, то это сыграет в плюс не только вот нам, как обычным, так сказать, жителям нашей страны, но и в целом для экономики страны принесет немалые дивиденды. Да, нужно понимать, что дорога все-таки это общественно важная государственная услуга. То есть, государственная функция, которой пользуются все. Соответственно, получается, чем выше база поиска структур, мы позволяем ускорять многие процессы. Но здесь надо рассматривать совокупности. Многие не только обтормельные дороги строятся, там же и железные дороги, и транспортно-логистические центры. То есть, совокупность, это позволяет для Казахстана оканулировать большой потенциал транзита. Ну и в то же время, улучшая транзиту и другие коридоры, которые подлежат, скажем, ремонту, мы можем уменьшать очень серьезно межрегиональные сообщения. Многие дороги, к сожалению, надо понимать, что у нас большая часть сети, то есть 60-70% были построены в 60-е и 70-е годы прошлого столетия. И многие не видели до сих пор, нормально говоря, ремонта. Вот этот ремонт рассыпался, если посмотреть по нормативному, каждые 5-10 лет. К сожалению, это не все было охвачено теми или иными делами ремонта. Сейчас же предоставляется возможность компенсировать эти проделы. А что бы вы посоветовали, ну вот, кроме логистических хабов, что бы вы еще советовали предусмотреть для того, чтобы дорожная инфраструктура страны максимально приблизилась к идеалу? Это комплексный вопрос. Ну, в первую очередь, построить и капитализировать, допустим, инвестиции – это одно. Очень важно сохранить тот ресурс, который мы все-таки построим. Поэтому мне необходимо будет очень большое и пристальное внимание уделить содержание автомобилей. Согласен. К сожалению. Если бы на республиканской сети где-то порядка 70% нормативной потребности перекрывается за счет бюджета, частично за счет расширения платности, но на региональном уровне, то есть на местном уровне, к сожалению, не такая радужная картина. И мы очень большие сейчас средства вкладываем, потом содержать эти дороги также необходимо. Если мы хотим, чтобы жизненный цикл, и вообще, как положено, дорога простояло 10-15 лет или 20 лет, мы необходимо проводить определенные мероприятия. Безусловно. И это возможно только в рамках содержания. Безусловно. Поэтому сейчас необходимо в этом направлении очень серьезно такое измениться на принципе. Господин Баяхметов, насколько согласитесь с вашим коллегой? И вот в подтверждение его слов, сам, правда, документы на этот счет не смотрел, но вот просто в открытых источниках в интернете читал, что в той же Германии дороги могут служить просто десятками лет, и, так сказать, оставаться в очень хорошем состоянии. Наши дороги, которые подверглись реконструкции и строительству, имеют такие же сроки. То есть эти участки, Западная Европа, Западная Китай, они введены в эксплуатацию в 14-х годах, в 15-х годах, каждый кусок участок. Еще гарантийный срок? Гарантийные периоды у них небольшие. То есть этот гарантийный период возможно продлить при наличии дефектов. Но если этих дефектов нет, подрядная компания от ответственности освобождается. У нее принудительные два года гарантийный период. Если какие-то есть недочеты, то на всю протяженность гарантийный период продлевается. Им невыгодно делать. А кто потом ухаживает за этой дорогой? Далее она передается нашей подведомственной организации КАШ-сервис, то есть КАЗ-автожел. КАШ-сервис у нас в каждой области находятся филиалы и дорожно-эксплуатационные пункты ДЭО. Это те же самые ДЭО, которые в рамках строительства дороги также в проекте строились новые эксплуатационные участки с теплыми гаражами в первую очередь, для техники офисами, столоваями, а также местами для того, чтобы работники могли отдохнуть. Это спальные и душевые. На сегодняшний день по содержанию полностью своего коллегу могу поддержать. Необходимо форсировать. Здесь мы комплексно подходим с платностью. То есть чем больше мы занимаем участки платных дорог, тем больше мы инвестируем уже в инфраструктуру и вообще в быт обычных работников дорожного хозяйства. То есть как бы система начинает сама себя поддерживать в какой-то степени? Ну хорошо, кстати, должен напомнить, что в основе так называемого американского чуда когда-то в начале 20 века тоже лежала именно развитость автотранспортной сети, когда товары могли перемещаться из одной части страны в другую. Что ж, у нас есть время для того, чтобы подвести очень кратко итоги сегодняшнего обзора, давайте так назовем, основных экономических задач. И давайте в той же очередности попробуем пробежаться по, ну скажем так, каждый из вас попробует сформулировать, чем его ведомство займется, наверное, в первую очередь, для того, чтобы эти задачи выполнить. Ну, я могу дать каждому из вас примерно по 1-2 минуты. Что ж, господин Жарбулов, опять же, начнем с вас. В текущем году со стороны министерства как бы проделана будет работа по вводу в эксплуатацию рекордных 18 миллионов квадратных метров жилья за счет всех источников финансирования. А это действительно самый большой, да, объем получается? Да, это исторически получается самый большой. В прошлом году мы ввели, ну, за счет всех источников финансирования, согласно статистическим данным, введено 17,5 миллионов квадратных метров. Ну да, перекрывает. Согласен. Дальше. На этом все? И на этом все. Хорошо. Так, далее мы говорили, насколько я помню, о том, как финансировать модернизацию в сфере ЖКХ, да. Итак, на чем сконцентрируется сейчас Министерство национальной экономики. На текущий год Министерство национальной экономики совместно с отраслевыми госорганами и местными исполнительными органами будет продолжена работа по реализации программы тарифов обменной инвестиций. В приоритетном порядке планируется привлечь порядка 336 миллиардов тенге инвестиций для ремонта и модернизации инженерных сетей и оборудования. Это позволит снизить износ в среднем на 3%. Также мы планируем повысить заработную плату работников сферы естественных монополий. Это порядка 20-30%. Также расширить содержание бесхозяйных сетей. Эти все меры приводятся для того, чтобы улучшить качество и надежность оказываемых услуг. А вы не могли бы в двух словах объяснить вообще откуда берутся эти самые бесхозные сети? Просто в капиталистической системе принято считать, что у всего есть какой-то собственник. И если где-то что-то когда-то было построено и оно стоит неких денег, обычно всегда находится там либо человек, либо организация, которая готова сказать, что вот это мое. Но вот здесь получается откуда-то у нас бесхозные сети. Да, бесхозные сети возникают на том этапе, когда, допустим, строится дом, к нему подтягиваются сети, застройщик за свой счет проводит эти сети. В последующем эти сети передаются Акимату, Акимат своей подведомственной организации в лице субъекта естественных монополий, и он обеспечивает дальнейшую эксплуатацию и содержание этих сетей. То есть это уже обязанность Акимата. И получается, схема не всегда срабатывает, да? Таким образом, застройщик освобождается от обязательств по содержанию сетей, и сам субъект, естественно, монополий, то есть уполномоченное лицо на организации этой работы осуществляет содержание этих сетей. Когда эти сети переходят на баланс субъект и возникают дополнительные расходы, эти расходы могут быть компенсированы за счет увеличения тарифа в том числе. Хорошо. Так, и перейдем к теме газификации. Итак, господин Эзенберген, здесь уже что касается действий вашего ведомства и ваших коллег. В этом году перед Министерством энергетики стоит задача обеспечения газом 87 населенных пунктов с населением порядка 300 тысяч человек. В этом году, чтобы выполнить этот план, планируется выделить порядка 195 миллиардов тенге, потому что 94 было выделено в этом году в утвержденном бюджете. Дополнительно на эти цели будет направлено еще 105 миллиардов тенге. Также будет модернизировано порядка 1800 километров газотранспортных систем. Это расширение, новое строительство и так далее. В основном газификация будет идти у нас в южных и центральных регионах страны, потому что там уровень газострабжения составляет от 40% до 90%. В западных регионах, как мы знаем, уже исторически так получилось, что у них газификация идет давно и у них более 90%. Я знаю, что госслужащие не любят говорить о том, что не утверждено официально, но в целом есть ли такая задача достичь 100% уровня газификации? Если есть, то примерно в какие сроки это вообще возможно сделать? В принципе, обеспечить 100% газификации это невозможно, так сказать, сразу скажу, потому что охватить всех населенных пунктов газом это нерентабельно. Условно, одно село может там жить 200 человек, но находиться от источника газоснабжения на расстоянии 500 км, 1000 км, дотянуть туда газопровод, провести газопровод, это будет очень дороговато. Золотой газопровод, да, лучше будет их перевести либо как-то на центральном, на децентрализованном газоснабжении обеспечить. Поэтому у нас до 30-го года есть план, это обеспечение газом 65% населения страны. Понимаю. Хорошо. Ну что ж, господин Баяхмет, у вас осталось буквально, вам коллеги оставили буквально минуту-полторы. На чем сконцентрируются дорожники? Мы бы хотели в первую очередь воспользоваться эфиром и обратиться к аудитории с тем, чтобы побольше вовлечь молодежь в нашу отрасль, именно в автомобильные дороги. Мы сейчас отрабатываем с Министерством образования совместно расширение грантов для специальностей инженерных, именно не только специалистов строительства автомобильных дорог, а также и транспортно-логистических специальностей. Далее у нас большие планы по привлечению инвестиций. Эти объемы работ будут увеличиваться. И на этот объем работ нужно огромное количество инженеров. Поэтому мы бы хотели, чтобы наши, как говорится, выпускники школы сейчас выбрали путь в инженерные отрасли. Это бы нас очень сильно стимулировало и поддержало. Мы, потому что это видим с самого начала отрасли, чтобы конкуренция была именно в наших инженерах-сотрудниках. То есть вы, я смотрю, не просто концентрируетесь на выполнении поручения, а сразу мыслите стратегически и на какую-то перспективу. И это правильно? Не только комитет, полностью министерство это сейчас прорабатывает. Понимаю. Увы, время программы завершилось. Не успел предоставить слово напоследок еще господину Аспанбетову, но уверен, что это не последняя наша с вами встреча в этой студии, просто потому что поручения только-только прозвучали, их реализация только-только началась. И я думаю, что через некоторое время, ну, предположим, там осенью, нам с вами стоит еще раз встретиться и посмотреть, что получилось, а что еще предстоит сделать. Огромное спасибо всем моим собеседникам. Это все, что мы успели обсудить к данной минуте. Дневная смена завершает свою работу в эфире телеканала 24КЗ. Увидимся завтра в это же время. Всего доброго.